Всех приветствую на своем канале. Сегодня обзор будет посвящен копии автомобиля в кузове седан ВАЗ-2106, но не советского производителя, а китайской компанией Bauer. Данная копия ВАЗ-2106 производилась на этом предприятии по некоторым данным с 2008 года. Дата окончания производства точно неизвестна, но в каталоге продукции Bauer 2012 года она еще упоминается. Реальный автомобиль ВАЗ-2106 «Жигули» – советский и российский заднеприводный автомобиль с кузовом типа седан, являющийся модернизацией ВАЗ-2103 и выпускавшийся Волжским автомобильным заводом с 1976 по 2001 год, а до 2006 года модель продолжали выпускать в Ижевске. ВАЗ-2106 – один из самых массовых и популярных автомобилей в истории СССР, России и СНГ. Всего произведено и собрано на разных заводах свыше 4 миллионов штук. Одним из интересных фактов производства являлось то, что в задних фонарях ВАЗ-2106 впервые для советского автопрома были объединены в цельном корпусе с секцией указателей поворотов, габаритных огней, стоп-сигналов, огней заднего хода и катафотов. Данную модель китайского производства я купил в паре с ВАЗ-2104, обзор которого я делал ранее. Повторю, что на момент его покупки журнальных серий, например Автолегенды СССР, еще не было в продаже у нас в городе, а этот экземпляр ВАЗ-2106 на тот момент аналогов не имел на рынке. Потому я решил в то далекое время себе его приобрести в коллекцию, и за неимением лучшего я даже не заметил некоторого брака в деталях. Этот вариант ВАЗ-2106 от Bauer представляет что-то среднее между игрушкой и моделью, хотя сам производитель его причисляет к модельному масштабу 1.43. Учитывая тот факт, что в советские времена такая модель не производилась, и на полках у коллекционеров ее явно не хватало, то скорее всего в компании Bauer решили этот пробел заполнить, выпустив этот экземпляр в 2008 году. И на тот момент, наверное, это было оправдано, так как реальный ВАЗ-2106 был очень популярным автомобилем, и его активно покупали даже не коллекционеры. Неоднократно видел его приемленным где-то на торпеде в чьей-то шестерке или в магазине запчастей на витрине в качестве декора. Также она пользовалась популярностью как донор для конверсий. Позже ВАЗ-2106 от Bauer стал не так востребован из-за появления на рынке журнальных серий и моделей других производителей. Кузов этого ВАЗ-2106 выполнен из металла, а все остальное из пластика. Открывающимися деталями являются только передние двери. Днище модели полностью пластиковое, и на нем даже есть некоторая имитация ходовой и выхлопной систем. Причем на днище есть задняя часть глушителя отдельной деталью. Передняя и задняя подвески подпружинены. Также есть как передние, так и задние брызговики. На модели присутствуют дворники на переднем стекле, одно боковое зеркало на водительской двери и зеркало в салоне. Также есть сзади название «Жигули» и противотуманный фонарь слева под задним бампером. Салон этого автомобиля хоть и грубо, но довольно детально проработан. Это касается сидений, передней панели приборов, солнцезащитных козырьков, педалей, внутренней части передних дверей. Даже рычажки переключения сигналов поворота и освещения на рулевой колонке не забыли сделать. Все это конечно придает модели реалистичности, но о правильности пропорций говорить не приходится, так как некоторые детали уж сильно увеличены. Конкретно в моей модели еще и руль как-то сильно низко посажен, как у спортивного болида. Стоит отметить, что судя по комплектации этого автомобиля, скопировал он с более поздних моделей ВАЗ-2106, которые делались уже на Ижевском автозаводе. Также Бауэр производили модель ВАЗ-2106 Милиция. Схожесть с реальным автомобилем безусловно присутствует, но все-таки и неточности достаточно. Первое, что бросается в глаза и делает этот ВАЗ грубым и игрушечным, это обилие серебрянки на рамках дверей и окон. Такое же чрезмерное осеребрение было и на предыдущем ВАЗ-2104. Геометрия кузова также оставляет желать лучшего. Задние фары ощущаются более удлиненными по сравнению с оригиналом. Как сказал один из коллекционеров, описывающих эту модель, если представить, что это ВАЗ-2106 с пробегом 300 тысяч километров и с полным багажником картошки, то очень даже похож на оригинальный. Сравнить живую с ВАЗ-2106 и с журнальной серией Автолегенды СССР у меня нет возможности, потому постараюсь это сделать фотографиями. По ним можно увидеть, что журнальная версия не сильно далеко ушла по качеству от Bauer, а может даже в некоторых местах и хуже. В Автолегендах забыли нанести сзади название Жигули, о чем не забыли в модели от Bauer. Явным преимуществом модели от Bauer является то, что оси колес подпружинены, открываются передние двери, а сам автомобиль упаковывался в коробку, в отличие от журнальной версии. Для разборки ВАЗ-2106 нужно открутить два шурупа и отсоединить днище от кузова. Никаких бамперов или дверей для этого отсоединять не нужно. Все снимается очень быстро. Изнутри автомобиль выглядит менее приглядно. Видны огрехи в покраске и неаккуратность в распайке пластиковых деталей. Для того, чтобы добраться до пружинок амортизаторов, нужно еще открутить шурупы, которые прижимают пластиковые детали. Упаковка модели состоит из коробки с прозрачным окошком и картонной подставки, на которую модель крепится при помощи шурупов и отверстий на днище. Дополнительным украшением подставки является прозрачный пластиковый прямоугольник с названием «Лада-2106». Цена на этот вариант ВАЗ-2106 от Bauer невысокая и колеблется в диапазоне от 5 до 20 долларов в зависимости от состояния автомобиля. Каких-то особенностей, которые могут сделать ее дороже в глазах коллекционеров, не наблюдается. Сейчас она представляет интерес в основном для конверсий. На момент ее появления на рынке в 2008 году спрос был немного выше, из-за того, что аналогов этого ВАЗ-2106 еще не было среди других производителей. Всем спасибо за просмотр этого видеообзора. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. Всем мирного неба над головой! Субтитры сделал DimaTorzok